Я тут читаю новости не про коронавирус, я не понимаю, у меня одна такая прямая взаимосвязь между такой задницей в экономике у бизнесменов, у нормальных людей и этими сраными, вонючими поправками в Конституцию. Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас так все хреново. Лучше бы бизнесменам помогли, которые работают. У людей нормально, бизнес стал на два месяца. У нормальных людей, которые работающие люди. Почему государство решает, какая зарплата должна быть у криворуких алкоголиков? Если твоя зарплата, если твоя работа стоит десятку, ты должен получать десятку, на мой взгляд. А так деньги раздают просто всяким бездельникам, алкашам, наркоманам, которых плодится все больше и больше, только потому, что они живут в России. Безусловно, их доход по-русски называется, да? О, Господи! Они вот так вот дают женщинам для того, чтобы, типа, они рожали второго ребенка. Они потом все сливают. Я сейчас не говорю про всех, но вы знаете, что они потом все эти деньги сливают на алкоголь, на наркоту, и потом ничего не делают. Просто люди ленятся, потому что им зачем что-то делать? Строили, строили, и опять построили ССР. Я, между прочим, общаюсь с огромным количеством топовых бизнесменов, и даже из списка Forbes. И ты знаете, они тоже такое же мнение. Почему все нищеброды России должны сидеть у нас на шее? Они вчера получали по 5-7 тысяч и никуда не стремились, а сейчас им нужно платить больше? И что, думаете, они будут куда-то стремиться? Только потому что Конституция это напишет. И ведь это наши с вами налоги. Но мои налоги. Я работаю, зарабатываю деньги, честным трудом плачу налоги. И они пойдут куда-то там, в Усть-Хируйск, на повышение зарплаты. И так полстраны в кредитах завязли по уши. И мы сами растим такое поколение бездельников и идиотов, которым не к чему стремиться. Продолжение следует...